Благословен Господь Благословен Господь Благословен Господь Поэтому то, что мы говорим здесь, это только лишь маленькая часть того, о чем можно сегодня говорить. Если мы помним, что мы рассуждались в книге пророка Даниила, где было на Вухадоносору показан сон, который был пророческим, и никто не мог изъяснить, пока человек, на котором был высокий дух, пророк Божий Даниил, он не изъяснил и не сказал, что этот истукан – это ты, и потом земные царства. И вот 2 глава, 44 стих, где сказано «Во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит все царства, а само будет стоять вечно». И, безусловно, мы, люди, которые жаждем, желаем, стремимся в это царство, мы много рассуждаем об этом, много стараемся вникнуть в это, и, конечно же, у нас возникает при этом очень и очень много вопросов. Я не знаю, как у вас, у меня так. У меня очень много вопросов возникает, на которые я стараюсь искать и найти ответ. Сегодня один из вопросов, в который чаще всего задаются люди и чаще всего очень много споров проявляется, поэтому люди задают – это царство Божие, оно где будет – на небе или на земле? Этот вопрос, который буквально, я скажу так, вот всю свою жизнь сознательную, проживя в церкви и находясь на различных служениях, я многократно видел многочисленные беседы и споры, которые занимали людей часами – на небе или на земле? На небе или на земле? Где оно будет? Это, знаете, происходит на протяжении очень долгого длительного времени. Я думаю, что на протяжении всей истории человечества этот вопрос возникал и задавался. Конечно же, мне тут же немедленно могут знатоки Писания ответить, о чем речь? Вспомни, что там перед престолом Божиим, в том откровении, которое Иоанн видел на острове Патмос, там, где был показан сидящий на престоле, и там, где были 4 животных, 24 старца, тьмы тем и тысячи ангелов, мириады ангелов, которые были, и вот все они поют песни, вот когда они пели эту песню, они говорили такие слова, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею, искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть, как бы сам собой вопрос отпадает, но еще где яснее можно сказать, когда здесь так четко и ясно сказано, «Мы будем царствовать на земле». Знаете, что я вам скажу? Не спешите сильно. Не спешите сильно, потому что у меня еще и здесь может возникнуть очень много вопросов, как также и у всех вас. Скажите, а это мы будем царствовать на новой земле, или это будет старая земля? Где и когда это будет происходить? А еще это вопросы. А вот сегодня, время, в котором мы живем, и в которое было сказано Господом нашим Иисусом Христом, «Прежде всего, ищите Царство Небесное, а все остальное приложится вам. Это Царство, которое мы каждый день должны искать, оно на небе или на земле? Или где оно вообще? Оно внутри нас? Или где это Царство вообще находится?» Это вопросы, которые очень много можно задавать и рассуждать об этом. И поэтому, решив рассуждать об этом, я хотел вместе с вами обратиться в одну книгу. Это в основная моя сегодня проповедь будет по одной книге. Она называется «Послание к евреям». То есть, это было когда-то написано, «Послание к народу Божьему» или «К евреям», как написано в нашем этом. Но прежде чем мы пойдем туда, я хочу обратить ваше внимание на то, что сказал когда-то премудрый Соломон в своей книге «Премудрость». Это полная Библия, она не во всех Библиях есть, эта книга. Но здесь, в пятой главе, он сказал такое слово. «Праведники живут вовеки, и награда их в Господе, и попечение о них у Всевышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, и Он покроет их десницею и защитит их мышцею». Дело в том, что я взял только два стиха из обширной темы, которая затрагивается в книге «Премудрости». Там в этой книге речь идет, что есть люди на этой земле неправоумствующие, которые говорят сами в себе коротка и прискорбна жизнь наша, и нет человеку спасения от смерти. Когда мы умрем, то дух наш рассеется, как жидкий воздух, и мы будем сами, как небывшие. И посему они те и те люди, которые неправоумствующие, говорят, станем мы притеснять бедняка-праведника, «Осудим его на бесчестную смерть». То есть цель или назначение – осудить этого праведника на бесчестную смерть. И дальше открывается вдруг эта история, что эти люди, которые осудили человека на бесчестную смерть здесь, на этой земле, вдруг наступает момент и сами предстают перед Богом. То есть несмотря на то, что они отрицали Бога, что они говорили, что Бога нету, что Ему не нужно служить, что мы можем здесь осудить кого-то и предать кому-то на смерти, но в тот же самый момент, при всем этом, они тоже пришли на суд. И вдруг на этом суде, которым они предстают, они видят этого праведника, которого они осудили на бесчестную смерть. И этот праведник с великим дерзновением встает перед ним. И вот тут вот эти два стиха, они только показывают, они показывают, что праведники живут вовеки. Да, их можно убить. Да, здесь, на этой земле, они тоже наследуют смерть, как и все живущие на этой земле и все рожденные на эту землю. Но у этих праведных людей на этой земле есть награда. И награда и в Господе, и попечение у Господа о них. И в конце они получают царство славы и венец красоты. Это для каждого человека призвание тому, чтобы, братья, сестры, давайте быть праведниками здесь, на этой земле. Это наше призвание. Это кто, к чему должны мы стремиться. А теперь, как я уже говорил, мы обратимся к книгу евреям. И обратимся сразу в 12 главу. Здесь автор этого послания пишет следующее. Он, начиная говорить на эту большую, глубокую, важную тему, начал из того момента, когда сыны Израилевы стояли у горы Синай. У горы, на которой Бог явил свое могущество, свою силу, свою власть, дал им свои законы, где там, на этом месте был заключен завет у Бога со своим народом. И здесь Павел, как думает, что автор этой книги, пишет следующее. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме, мраку и буре. Вы приступили не к этой горе. То есть, вот тот момент, когда эта гора пылала огнем, когда там была тьма, там был мрак, там была буря, там звучал на этой горе такой трубный звук и был глаз глаголов, которые люди понимали, что это не человеческие глаголы, что это Бог в силе и в могуществе своем говорит к народу. И это было настолько потрясающе, настолько сильно, что люди, которые слышали этот трубный звук, который пронизал их до сознания, трепетно начевал овладевать этими людьми. И они просили, мы не хотим больше этого слышать. Мы не хотим больше этого слышать, потому что это был такой голос. Это были такие глаголы, которые просто наводили трепет, страх. Они не могли стерпеть того, что было заповедано им. То есть, перед тем, как они вот встали, перед тем, как они приготовились к этому моменту, им было заповедано, что даже если зверь прикоснется к этой горе, он будет побить камнями или поражен стрелой. Вы понимаете, зверь, скажем, несознательное животное, если даже она подойдет к этой горе. Я понимаю так, что в тот момент, когда сыны Израилева стояли у этой горы, то даже на животных всех, которые там были, там был такой трепет, там было такое благоговение, что даже они не могли перейти ту черту, за которой они не могли зайти. Это был страх, это был трепет, это было такое волнение, что даже сам Моисей, который находился там в тот момент, это было столь ужасное видение. Вот слово там употреблено ужасно, но по-английски сказано, это так ужасно, так ужасно, что Моисей сказал, Я трепещу, говорил Моисей. Я в страхе и в трепете, меня наполняет в этот момент трепет. Какой трепет его наполнял в этот момент? Потому что он пребывал в присутствии Бога, а в присутствии Бога невозможно не трепетать, невозможно не быть в страхе, в том сознании, в котором ты находишься. И вдруг автор моментально меняет тему, меняет мысль и говорит, но вы сегодня приступили к горе Сиону. Вы приступили к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам. Заметьте, как моментально изменилась тема, о которой говорится. Было сперва показано сравнение вот этой вот присутствия Божьего на горе Сион, когда на весь этот народ, включая Моисея, напал страх и трепет, волнение, которое их наполнило. А теперь он говорит, но вы, вот, это, скажем, жители или уже теперь во время или в период Нового Завета, вы приступили к горе Сиону, вы приступили к граду Бога Живаго, вы приступили к небесному Иерусалиму, вы приступили к тьмам ангелов. Интересно, один вопрос, мы это чувствуем или нет? Я просто для рассуждения сейчас говорю, те люди, которые стояли у этой горы, они трепетали. Моисей сказал, я в страхе, я в трепете. У них был трепет. Но вот когда мы говорим за людей Нового Завета, мы говорим, вы к горе Сиону приступили, вы к граду Бога Живаго, вы к небесному Иерусалиму приступили. Интересно, а вот этот вот трепет, вот это вот волнение, вот это вот осознание, присутствие и соединение нашего Духа с Духом Божьим, она в этот момент присутствует у людей или нет? Читаем дальше. Вы приступили к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Заметьте, как было красиво и хорошо читать, так приятно и мирно было, когда мы читали, что садило нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле. Да, мы готовы? Давайте царствовать. Помните, Павел однажды говорил, что как бы вы ни начали царствовать без нас, иногда и такое бывает состояние, что люди вроде бы доцарствуют, но неизвестно, с кем они царствуют, неизвестно, каково это царство. А здесь, когда он говорит, вы приступили, вы приступили к горе Сион, к торжествующему собору, к церкви, к первенцам, написанных на небесах, к судьи всех Богу. Really? Я хочу задать вопрос. Правда? Мы к этому приступили? Мы, Моисей стоит возле этой горы и трепещет, как листок. У горы Синайской, когда он стоял там, горы Хариф, она еще по-другому называется. Люди все в страхе, звери разбегаются. А мы сегодня говорим, мы приступили к судье и всех Богу. Вопрос только, где наш трепет? Это вопрос, который реально задается для каждого человека. А вот наш трепет, наше состояние, оно где? Дальше сказано, и к ходатаю Нового Завета Иисуса, и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Вы приступили к этой крови, крапления, ходатаю Нового Завета Иисуса. Мне так нравился то пение, которое пел сегодня детский хор, где действительно прославлялся наш ходатай, Мессия, Спаситель, Господь, который прославляется сегодня здесь, на этой земле, нами. И здесь сказано, что эта кровь крапления, она говорит лучше, нежели Авелева. Почему? Потому что Авелева кровь говорит о чем, братья и сестры? О мщении. Она говорит о мщении. Кровь Авелева говорит о мщении, а кровь Иисуса говорит о прощении. Кровь Иисуса говорит о прощении, которое должно прийти для каждого человека, который поверит в силу этой крови. И вот теперь автор этого послания говорит, обращаясь ко всем, кто слышит это сегодня, он говорит, смотрите, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Смотрите, внимательно смотрите, бодрствуйте. Это такое предупреждение. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те не послушались глаголища на земле, не избегли наказания, помните, что все те, которые стояли, все те, которые трепетали перед этой горой, после этого они услышали такие слова, вы все умрете в пустыне, вы не войдете в землю обитованную, вы не можете войти туда, в эту землю. Они не избегли наказания, каждый раз, когда они грешили, просили себе мясо, перепелы налетели, но уже с края стана ангел-губитель начинает поражать. Вознегодовали, что воды нету, вода потекла из камня, но перед Богом грех был уже сделан, и не явлена святость, которую должно было явиться. Они не избегли наказания, и Писание говорит, смотрите, все сие были образы для нас, чтобы мы не были такими же, как они, чтобы мы не были такими же идолопоклонниками, не такими же ропотниками, как они были, чтобы мы действительно это все понимали и не были таковыми. То тем более, тем более, говорится здесь, не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Вот осознание нас, которое должно произойти там, на земле, в горе Синайской, или горе, которое был там, говорил, когда Моисей с Богом, там было такой трепет, такая святость. А сегодня избежим ли мы, если мы отвратимся от глаголящего с небес? И вот мы читаем здесь, которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание. Это обещание, которое дает наш Господь. Он говорит, еще раз, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Еще раз, давайте еще раз услышим этот стих. Я еще раз поколеблю не только небо, но и землю. Я не буду высвечивать этот стих, но если кто-то ищет, где это обещание дано, я вам скажу, это обещание дано через пророка Агея, вторая глава, и вы можете прочитать это шестой стих. Агея 2.6. Вы просто можете себе это запомнить, а я прочитаю это нам. Ибо так говорит Господь Саваоф. Именно так говорит Он сегодня. Еще раз. И это будет очень скоро. Я потрясу небо, землю, море и сушу. Я потрясу все народы. Еще раз, давайте мы услышим. Я потрясу небо, землю, море и сушу. И я потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами. Кто же это такой желаемый всеми народами придет? И наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Пророка Гей говорил во время строительства второго, как мы называем, храма Зарававеля. В этот период он им показал, говорит, что слава сего последнего храма будет более, нежели прежнего, потому что на всем месте произойдет то, что придет желаемый всеми народами. Он придет в этот храм. Он будет там находиться, в этом храме. И это слава, поэтому будет более, нежели. И он говорит, я дал такое обещание. И в этом обещании я сказал, я поколеблю не только землю, но и небо. Следующий стих после этого говорит так. Слова еще раз означают изменение колебаемого. Как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Еще раз, еще раз, как здесь в этом стихе сказано. Эти слова означают изменение колеблемого. А что должно? А что колеблется? Не только землю, но и небо. Земля и небо колеблется. Земля и небо должны поколебаться. Почему? Должно произойти перемена. Должна произойти изменение, как мы видим и читаем здесь. То есть сотворенное Богом, должно произойти перемену. Вместо колеблемого должно прийти непоколебимое. Обратите внимание на это. Вместо колеблемого должно прийти непоколебимое. То, что никто никогда не может поколебать. И это непоколебимое, как здесь и дальше сказано, слова в другой раз говорят нам, что грядущее это сотрясение, это я сейчас читаю перевод Кулакова, тот же самый стих. Тот же самый стих, только в переводе Кулакова. Слова в другой раз говорят нам, что грядущее это сотрясение сметет все из прежнесотворенного, что не сможет устоять, чтобы осталось только непоколебимое. Между прочим, с английским языком я не менял перевод английского, он одинаковый там и в том случае, очень близок здесь перевод Кулакова. То есть, то должно произойти все перемена, как здесь и сказано, что преждесотворенное не может больше устоять. И вместо него придет нечто, что будет непоколебимое. Итак, мы, приемля царства непоколебимое. И снова я задаю вопрос. Царство Божие на земле или на небе? Вы понимаете, да сколько бы мы ни говорили, в посланнике Фессианам сказано, что во Христе должно произойти соединение небесного и земного. Это должно произойти. Это совершается. Итак, мы приемля, то есть принимая, слово приемля означает, принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Запомните этот стих, братья и сестры. После собрания я немножко чуть больше хочу поговорить об этом стихе со всеми нами. Мы, приемля это царство, царство непоколебимое, которое невозможно, и никто и никогда не сможет его поколебать. И сколько бы люди бы сегодня этого не старались, мы приемлем это царство, и это царство непоколебимое. Но, находясь в этом царстве, а вы знаете, вот чтобы остановившись здесь, я немножко порассуждать, в каждом царстве есть свои границы, в каждом царстве есть свои права царства, в каждом царстве, даже сегодня на земле, которые есть многочисленные царства, они борются за свой суверенитет, за господство кто-то, может быть, над кем-то старается, кто-то защищает свои границы и так далее. То есть мы воочию можем видеть, что сегодня это происходит. Но Христос, когда пришел, Он сказал, царство мое не от мира сего, чтобы вы знали об этом. Всем людям, последователям и ученикам Его, Он говорит, мое царство, оно не от мира сего. Царство мое, если бы оно было от мира сего, то мои бы подвязались за меня. И здесь, Я говорит, мы приемля, мы приемля, мы принимая это непоколебимое царство, при этом должны, находясь в этом царстве, хранить благодать и служить Богу благоугодно Ему. То есть наше служение должно быть не нам угодно, а Богу угодно. В этом есть небольшая разница. Я еще раз повторю, наше служение должно быть не нам угодно, потому что сегодня огромное количество, может быть, церквей, которые имеют, как они думают, классные, такие прекрасные служения, им очень приятно, им вопрос только о Богу. Это приятно или нет? О Богу это угодно или нет? Этот вопрос всегда будет стоять. И служение Богу всегда должно быть с благоговением и страхом. Вот это служение, оно приятно Богу. Когда у тех учеников и последователей Его, вот это состояние внутреннее, это благоговение и страх. То есть уважение к Богу, почтение Богу, которое должно быть. Обращаю ваше внимание, что вообще-то, если посмотреть вот об этом царстве непоколебимом, о внутреннем состоянии человека, который уже здесь сегодня на земле, должен принять это царство и служить Богу в этом царстве, мы можем заметить, что практически, особенно когда мы начинаем читать все книги Первого Завета, есть очень мало упоминания об этом царстве. Действительно очень мало. Вообще-то, если посмотреть на все обетования, которые давались в Первом Завете, они относились в благословение на земле. Благословятся житницы Твои, благословится скот Твой и так далее. Все благословения, вот все, вот вы читаете их, перечитываете, все благословения, они давались человеку для хорошей, благословенной, прекрасной жизни здесь на земле. Вам будет хорошо, вы будете прекрасно, хорошо жить здесь на этой земле, если вы будете исполнять заповеди мои и так далее. То есть все благословения, но и проклятия. Все проклятия, которые произносились, они говорили, с женой обрутишься, другой будет спать, насадишь дом, построишь, другой будет жить в нем. То есть все проклятия тоже относились здесь, на этой земле, которая была. И если посмотреть на самом деле, то читая весь Первый Завет, мы можем везде сказать, да безусловно все относится до земли, до земной жизни здесь на этой земле. Но только возникает вопрос, но жизни-то человека здесь на этой земле, это очень коротко, совсем немного, совсем немного этой жизни, а что потом? А возникают другие вопросы. А когда вот были, жили во время Первого Завета, куда делся Енох? Такой простой детский вопрос. Был Енох и не стало его. А где он? А Илия? Куда он пошел? Вот если мы рассуждаем о благословениях Господних и о том, что Бог вообще устрояет во всем, мы видим, что вот это такие, как бы может быть, скажем, просветы, которые появлялись, и у людей заставлялось задумываться, а куда это было? А что вообще это было? Куда делся Енох и куда ушел Илия? Ведь Елисей воочию видел, как колесница поднимала его, и куда он делся? И поэтому я могу сегодня смело сказать, что все праведники, вводимые Духом Святым, потому что все праведники, потому что Дух Святой во все времена действовал и приготовлял друзей Божьих и пророков, переходя из рода в род во святые души, Дух Святой всегда действовал и говорил, и он открывал людям, благоговеющим перед Богом и служащим Богу тайну. Он показывал им действительно, что вообще-то в планах Божьих. И если мы обратимся в книгу Титов, Титу, то здесь сказано в первой главе, что Бог обещал надежду вечной жизни. Это обетование, которое Бог, неизменный в слове Бог, как здесь сказано, обещал прежде вековых времен. То есть прежде, чем начинался этот век, Бог уже это обещал. Бог уже говорил, что я даю вам надежду вечной жизни. Не только здесь, на этой земле, вы проживете какой-то период жизни. Я даю вам обетование вечной жизни. Но во все времена были люди, которые верили в это обетование вечной жизни и которые не верили в обетование вечной жизни. Во время Иисуса Христа на земле жило такое, скажем, не знаю, как их назвать, общество или такие, скажем, люди, как Саддукеи. Они не верили в это. Они не верили в жизнь вечную. Они не верили в ангелов. Они не верили в воскресение. Они не верили в жизнь после смерти, они не верили ни в что в это. Но неизменный в Слове Бог давал всегда людям надежду вечной жизни. И как Он это давал? В свое время написано, Он явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Если мы внимательно прочитаем все Писание, то его писали святые божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. И Бог говорит, сделаю я лишь что-то, не открыв рабам своим пророкам. То есть Бог все открывал пророкам. Через слово проповеди всегда являлась или открывалась воля Спасителя нашего Бога, который предназначил людей для вечной жизни. И мы можем это увидеть именно в праведных людях. Именно в праведных людях мы можем это увидеть. Вот смотрите, 11 глава евреям, та самая, которая говорит о вере, она говорит, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Прекрасная, замечательная история, рассказываемая нам с детских лет, многократно изученная, многократно рассказанная во многих проповедях. Авраам – это отец веры, это пример веры. Показывается, что когда Бог проговорил ему и сказал, иди в страну, которую я даю тебе в наследие. В то же самое время Авраам даже не знал, куда он идет, но пошел. Почему? Потому что поверил. «Верою Авраам обитал на земле обетованной, как чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Очень интересный стих, внимание, у Авраама была вера. Согласно этой веры, он обитал на земле обетованной. Бог сказал, Авраам, это твоя земля, я даю тебе эту землю, это твоя земля. И очень верующий Авраам на этой земле, как кто? Как чужой? Эта земля чужая для него? Вот объясните это, как это понять? Бог говорит, Авраам, я даю тебе это обетование, я даю тебе эту землю. Авраам как чужой на этой земле. Он не чувствует эту землю своей. Бог ему пообещал, Бог ему сказал, что я дам тебе. Исааку Бог сказал, я дам эту землю. Иакову Бог сказал, я дам эту землю. Они все сонаследники одного и того же обетования. Но они на этой земле как чужие. Почему? Потому что Авраам ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Братья и сестры, где этот город? Вот ответьте себе на вопрос, где этот город, который не строил человек? Основатель и художник и строитель этого города сам Бог. Где этот город? Если вы помните последнюю книгу Откровения, то там, когда написано, что я был в духе в день Господень, на острове Патмос я пребывал, там вот в одной из последних глав Иоанн увидел такое видение. И я увидел город Новый Иерусалим, сходящий... Откуда его, братья и сестры? С неба от Бога. Где этот город? На небе. А кто его построил? Кто художник этого города? Кто основатель этого города? Кто строитель этого города? И Авраам, живущий много-много-много лет тому назад, по обетованию Божьему, получивший в наследство всю землю обетованную, он как чужой живет на этой земле. Он как чужой живет на этой земле. Почему? Потому что у него есть город. Он знает, где этот город. Друг Божий Авраам, которого Бог ничего не скрывал, не прятал, он знал, где этот город находится. И Писание говорит, все сии, то есть все, которые жили до этого, они умерли в вере, не получив обетований. Они только издали видели онное. Как это издали? В духе. Потому что на них, на всех был дух святой. Они в духе видели это обетование, которое было им дано. Радовались этому обетованию, несмотря на то, что они не стали или не вошли в эту землю обетованную. А радовались и говорили о себе. Мы странники и пришельцы здесь, на этой земле. Здесь, на этой земле, мы странники и пришельцы. Это говорил Авраам, это говорил Исаак, это говорил Яков. Они все жили в земле обетованной, в той, которую Бог им пообещал. Они все были очень богаты на этой земле обетованной. Они имели все буквально, что можно было пожелать на этой земле обетованной. И знаете что? Для них эта земля была чужой. Для них эта земля была чужой. Потому что они знали о городе. О прекрасном, чудесном городе, которого строитель, художник, Бог. Они умерли, не получив обещанное. И вот Писание говорит, те, которые так говорят, те, которые так говорят, что они странники и пришельцы на земле, они показывают, что они ищут Отечество. For these who say such things make it clear, that they are seeking the country of their own. Они показывают, что ищут Отечество, это Родина, по сути дела. Ну как это так? Вам дано, вы вышли, вы же где-то родились, у вас где-то есть Родина. И Писание говорит, если бы, если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, например, Авраам вышел из Ура Халдейского. Иаков вышел из земли обетованной и пошел в Египет. И Писание говорит, если бы они в мыслях своих имели то Отечество, из которого вышли, то, конечно, бы они имели время возвратиться. Они бы возвратились туда, в эту землю обетованную. Они бы были бы там, там, на этой земле обетованной. Они имели бы это, но они не имели это в виду. Если мы сегодня живем этой же верой, верой Авраама, Исаака, Якова, то наши мысли должны быть такие же. Мы странники и пришельцы здесь, на этой земле. Мы ищем будущего. Мы ищем города, который художник и строитель Бог. И все они, обращаю ваше внимание, стремились к лучшему. Все они стремились к лучшему, то есть к небесному. Авраам, Исаак, Яков и все те праведные люди, которых весь мир был недостоин, которые скитались по ущельям, пещерам, по скалам, которые одевались мелоти и козьи кожи, но были примером истинной, настоящей веры. У них у всех было одно стремление, у них было одно желание. Они стремились к небесному. Они стремились к лучшему. И знаете что? Бог не стыдится назвать себя их Богом. Он, Бог, приготовил им город. Для них этот город готов. Потому что в этом городе основатель, художник и строитель Бог. Он приготовил этот город для этих людей. Теперь я хочу, обратившись в другую главу, это будет 13 глава к евреям. И здесь показано такое сравнение. Почему я хочу показать это сравнение? Потому что я считаю это важным. Здесь сказано, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносилась первосвященникам в освятилище, сжигается вне стана, речь идет о жертве, которая приносилась за грех народа, когда ее заколали, кровь вносилась в освятилище за завесу, во святое святых. И тело этого животного, которого для именно очищения греха всего человечества, сжигалось вне стана, то Иисус, и это сравнение удивительно само по себе, оно нам может показаться каким-то странным, для многих людей оно действительно очень странным кажется, но Иисус, чтобы осветить людей кровью своею, пострадал вне врат. То есть он не пострадал в Иерусалиме, а за вратами Иерусалима пострадал он. Итак, призыв ко всем нам. Итак, итак, выйдем к нему за стан, нося его поругания. Всем нам предлагается выйти к нему за стан, нося его поругания. И, внимание, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Здесь мы, на этой земле, сегодня мы не имеем постоянного града. Подобно, как Авраам, подобно, как Исаак, подобно, как Иаков, мы не имеем здесь постоянного града. Где бы ты ни жил, ты понимаешь, что мы ищем будущего. А что же это за будущее, которое мы ищем? Что же это такое, что каждый из нас должен искать? Проблема, которая существует сегодня для многих верующих людей, и Павел пишет за таких людей со слезами. Со слезами. Он пишет в Филиппийцам 3,18. Многие, о которых я говорю вам часто, или часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю. Это боль, это слезы, это печаль. Потому что сегодня находятся люди, как и тогда, во времена Павла находились, которые поступают, как враги Креста Христова. Еще раз подчеркну. Люди, которые поступают, как враги Креста Христова. И вот что написано. Их конец погибель, Бог их чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот я хочу сделать ударение на это. Оказывается, есть род, категория людей, которые на самом деле мыслят о земном. Все их мысли, все их намерения, стремления, все это о земном. Когда все праведные люди, вот все праведные люди, прожившие до нас, начиная от Авраама, Исаака, Якова, Еноха и Илии, которые были в живым и взяты, они все думали о небесном. Писание это показывает нам. Они все думали о небесном, не о земном. Их суть и смысл жизни было здесь на земле жить так, что когда твоя жизнь заканчивается здесь на этой земле, ты наследуешь вечную жизнь, вечное обетование, которое дано тебе. И следующий сразу после этого стих говорит, а наше же жительство, наше жительство, давайте по-английски, for our citizenship is in heaven. Жительство можно так, постоянный житель, как у нас грин-карта, да, есть? А здесь и написано гражданство. По-английски это citizenship, это гражданство. Наше же гражданство на небесах. Наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? Царство мое не от мира сего, говорит Христос. Если Он наш Спаситель, если Он наш Господь, то наше жительство на небесах. Our citizenship is in heaven, from which also we eagerly. Это так, знаете, очень так волнительно, так с нетерпением ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Который, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все. Наше земное тело, болеет, дряхлеет, стареет, разрушается. Мы смотрим на себя в молодости, мы смотрим на себя в старости, и мы видим, какая большая перемена в нас происходит. Да, это уничиженное наше тело, которое сегодня очень часто много страданий переносит, оно будет преображенно и станет сообразно славному телу, силою которой Он действует и покоряет себе все. Теперь я хочу вместе с вами обратиться в еще одно место. Это будет первое, второе, извиняюсь, Коринфянам, пятая глава, и начну первый стих. Где и когда, и как будет это царство, мы много еще будем об этом говорить. Но что я хочу сегодня сказать, мы здесь, на этой земле, имеем дом. Вот он наш дом. Вот он наш дом. Наш дух живет в этом доме. Внешне, наше тело. И этот земной наш дом, наша хижина, разрушается. Особенно в пожилом возрасте мы все это чувствуем, правда, братья и сестры? Насколько разрушается эта наша земная хижина. Но когда это наша земная хижина, вы знаете, она употреблена хижина. Хижина это что-то такое, знаете, слепили быстро и вот получилось такое, да, хижина. Когда это хижина, по-английски назовется earthy tent, earthy tent, такой земной палатка какая-то, да, это вот так по-английски она звучит. Когда разрушится вот это жилище, мы на небесах имеем не хижину, братья и сестры. Если там написано early tent, а потом написано house, that's not made with hands. Дом, который нерукотворенный, вечный. дом нерукотворенный, вечный. Город, который художник, основатель и строитель бог, нерукотворенный город. И здесь мы видим, что когда этот дом, эта хижина наша разрушится, то мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам одетыми не оказаться нагими. Мы желаем облечься в небесное жилище. Мы хотим, мы слышим, мы понимаем, мы рассуждаем, мы ходим на собрания, слышим проповеди, и мы хотим этой вечной жизни. Мы хотим в этот небесный дом, в этот дом, который нерукотворенный, вечный. Павел об этом пишет в 15 главе первого послания. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Сеется в уничижении, восстает во славе. Это то, что должно произойти в жизни каждого человека. Это земное должно остаться позади, и наступает время, когда восстает духовное. И Писание еще называет это небесное. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. Это очень интересный стих. Он интересный, потому что он заставляет нас задуматься. Находясь в этой хижине, в этой земной храмине, в которой мы сегодня находимся, мы воздыхаем под бременем. И я замечал это много раз. Мы так не хотим расстаться с этой жизнью, и так сильно хотим облечься в небесное. Вот и от этого не можем освободиться, и вот туда вот хотим. И мы, находясь в этой хижине, не хотим совлечься, но хотим облечься. Да, мы хотим, чтобы смертное было поглощено жизнью. Мы хотим, чтобы мы жили вечно, чтобы у нас было это. Но самое главное, братья и сестры, я обращаюсь сегодня к каждому, кто меня слышит сегодня. Вы знаете, что? Вот на это Бог нас и создал. Вот в этом и есть наше предназначение. На это самое, на сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Мы сегодня имеем этот залог Духа здесь, на этой земле. Живя здесь, на этой земле, мы понимаем, что наш великий Бог ценой искупления и спасения нашей жизни избавил нас, искупил нас, оправдал нас. И сегодня Он хочет, чтобы все мы, чтобы все мы исполняли волю нашего Господа и жили достойно на этой земле. Друзья, у каждого из нас свой путь, у каждого из нас своя дорога по этой жизни. И сегодня мы могли видеть или слышать, что есть Ходатай, есть Мессия, Господь наш Иисус Христос, Который хочет спасти, хочет оправдать, Который хочет помочь каждому достичь небесной вечной жизни. Достичь того состояния, о котором Павел сказал, уже не я живу, а живет во мне Христос. И все праведные люди, живущие здесь, на этой земле, облеченную в праведность Господа, и когда в нас живет Христос, то тогда происходит следующее, но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас, а если Христос в вас, то тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. Пусть Бог поможет каждому из нас и на тот вопрос, который задается, так где же будет это царство на небе и на земле. Я вам хочу ответить. Каждый день мы молимся молитвой. Отче наш. И каждый день мы произносим эту фразу, да придет царствие Твое. И каждый день мы говорим, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Царство Божие, оно везде, потому что Он есть Царь, Он есть Господь, Он Царь Царей и Господь Господствующих. Но Царство это не от мира сего. И об этом мы поговорим чуть больше в следующий раз.